Лайго и Верго зафиксировали второе слияние нейтронных звезд. Лайго и Верго зафиксировали второе слияние нейтронных звезд 1857. University of Warwick, Mark Garlick. Нейтронных звезд могли породить все запасы золота Вселенной. University of Warwick, Mark Garlick. Москва, 25 апреля новости. Обсерватории. Лайго и Верго зафиксировали второй в истории всплеск гравитационных волн, порожденных слиянием двух нейтронных звезд в неизвестной галактике в созвездии Геркулеса. Результаты первых наблюдений были опубликованы на сайте. Лайго. Этот гравитационный всплеск произошел достаточно близко от нас, примерно в 500 миллионах световых лет. Конечно, это очень относительное понятие в мире гравитационной астрономии, однако источники двух других событий, которые мы открыли в рамках текущих наблюдений, находится еще дальше, пишет официальный микроблок коллаборации. Сегодня на Земле существуют две установки, способные улавливать гравитационные волны. Первая из них – детектор. Лайго. Была построена в 2002 году по проектам и планам, которые были разработаны Кипом Торном, Райнером Вайсом и Рональдом Дривером в конце 80-го годов прошлого века. На первой стадии своей работы ему не удалось обнаружить Эйнштейновские колебания пространства-времени, однако в сентябре 2015 года, фактически сразу после включения обновленного Лайго, ученые обнаружили всплеск гравитационных волн, порожденных сливающимися черными дырами общей массой в 53-х Солнца. 12 апреля, 11-11 тень пустоты, почему ученые пока не увидели черную дыру в центре галактики. Вторая гравитационная обсерватория, Вай-А-Ги-О, была построена чуть позже, чем ее и американский кузен. Она начала работу в июне 2003 года и долгое время уступала Лайго в чувствительности и времени ведения наблюдений. После глубокой модернизации, проведенной в 2011 году, она приблизилась к текущему уровню чувствительности Лайго и начала вести с ним совместные наблюдения в конце лета 2017 года. После этого оба детектора ушли в очередной длительный отпуск, продлившийся почти полтора года, и пережили еще одну серию обновлений, значительно повысивших их чувствительность и глубину обзора. К примеру, чувствительность Вай-А-Ги-О была повышена примерно в два раза, а объем наблюдаемой Вселенной вырос примерно в восемь раз. Благодаря этому, всего за три недели работы оба гравитационных телескопа обнаружили сразу три события два слияния крупных черных дыр звездной массой и один всплеск, порожденный столкновением пара нейтронных звезд. Помимо этого, ученые получили крайне загадочное ложное срабатывание, которое одновременно напоминает и слияние черных дзыр, и следствие работы каких-то процессов на Земле. Сегодня, Лайго и Верго совершили знаменательное открытие и им удалось обнаружить следы слияния пары нейтронных звезд, удаленных от Земли на 505 миллионов световых лет. Точное расположение этой точки ученым пока выявить не удалось, однако она, скорее всего, находится в созвездиях Геркулеса или Северной Короны. Она находится на необычно большом расстоянии для подобных событий даже для обновленного, из-за чего некоторые ученые предполагают, что в данном случае речь идет не о простом слиянии двух нейтронных звезд, а о столкновении черной дыры и нейтронной звезды. Как показал анализ данных, собранных Лайго и Верго, столкновение нейтронных звезд должно было породить выброс материи, следов которого другие телескопы пока не смогли обнаружить, за исключением орбитальной обсерватории. Ее инструменты открыли две небольших гамма-вспышки в этой части неба приблизительно в 12 часов дня по Москве, через несколько секунд после того, когда гравитационные волны достигли Земли. Пока ученые не могут сказать, в какой конкретно галактике возник этот всплеск в предполагаемой зоне ее рождения находится около 45 тысяч звездных мегаполисов. Дальнейшее наблюдение, как надеются астрофизики, позволит им найти видимый след этого события и точно определить галактику, где произошло это космическое ДТП. 16 июня 2016 года, 1547 физик, В. Лайго, ожидали увидеть сначала пульсары, а не одни черные дыры. Физик Михаил Городецкий из Московского государственного университета, участник коллаборации Лайго, рассказал РИА новости о том, как будет работать детектор после его обновления в этом году и что ожидают увидеть ученые от гравитационной вселенной.